МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бурлун, республика! Добрый всем день! К старту подъехала машина, на которой яркими красками написано «Студия 11». Мы стоим у руля, а вы наши пассажиры. По ходу движения мы будем знакомить вас с сюжетами со всех уголков республики, страны и мира, с интересными экспертами и полезными лайфхаками. Опускаем флажок и понеслись! Сегодня в эфире. Жизнь общажная. Азы самостоятельности для первокурсников. Всем известно, главная задача общежития – стать временным домом для студентов. И, что особенно важно, домом безопасным. Гончарный круг. Создаем шедевр своими руками. Он не расстраивается. Вот ты слепишь горшочек, бывает получается, бывает нет. Маленький ребенок может расстроиться. То есть не получилось, все, и попадает желание. Электропедали. Почему родители выбирают велосипед вместо авто? Все стало проще. Лучше всего то, что можно поехать куда угодно, и не нужно искать парковку. В сентябре, ой, как вспоминаются студенческие годы. Хочется прогуляться по учебным корпусам, пройтись по коридорам, посидеть в кабинете, вникая в слова лектора. Такое хорошее время все-таки. И по общежитию наверняка тоже скучаешь? Нет, в общежитии я никогда не жила, но всегда очень хотелось проникнуться этой атмосферой. И, кстати, недавно мне все-таки удалось пройти по общажным коридорам, заглянуть на общую кухню, познакомиться с первокурсниками и даже посидеть в них в гостях. Как это было в следующем сюжете. Знакомьтесь, Иван. В студенческое общежитие заехал примерно месяц назад, подружился с соседом и уже вместе навели уют по своим мальчишеским меркам. Купили практически все, что нужно. Сковородки, кастрюли, посуду и чайник. Говорит, осталось сделать небольшой косметический ремонт и докупить технику посерьезнее. Ну, а может быть, здесь что-то новое появится в ближайшее время? Скорее всего, да. Что? Холодильник. А где холодильник взять? Как-то тяжело. Новый нужно покупать, или вы там берете через... По заявлению там отдают, может, старый, и вот новый там заказывает, скидывается. Всем известно, главная задача общежития стать временным домом для студентов. И что особенно важно, домом безопасным. Поэтому все серьезно. Каждого входящего встречает охрана. Предъяви пропуск и иди в свою комнату, ну или к друзьям. Но и это еще не все. За порядком бдит общажная полиция. Опер-отряд. Мы дежурим в основном где-то часов с 10 до часа ночи. Мы ходим по коридорам, слушаем, если кто-то шумит, чтобы там потешили себя. Вот. А так в течение всего дня мы тоже смотрим, чтобы все было в порядке в общежитии. Гостей в общежитии пускают до 10 вечера. Поэтому, пока время позволяет, мы забежали в гости и к девочкам. Они, в свою очередь, времени зря не теряли. Мы идем в Кировский парк. Погода хорошая. И вот мы собрали еду. Все, что там искривали. Как рассказали новоиспеченные жильцы, общежитие, проблем с питанием и продуктами у них пока не возникло. Заботливые родители обеспечили их соленьями и продуктами из дома на несколько месяцев вперед. Но этот запас идет быстро. С аппетитом у студентов все в порядке. И тогда придется выбирать либо лапша быстрого приготовления, либо осваивая азы поварского дела. Тоже неплохо. В жизни пригодится. Едят студенты в основном в своих комнатах, но готовят они здесь, на общих студенческих кухнях. Такая, к слову, есть на каждом этаже общежития. Так вот, приучают к чистоте буквально каждого с первого курса университета. Ребята сами моют полы, убирают со столов и моют общие предметы пользования. Если за порядком дома обычно следят мама и папа, то тут в общежитии эта миссия возложена на плечи коменданта Елены Николаевны. Найти общий язык с молодежью тонкая психологическая работа. И за много лет она овладела этим мастерством. Все дети разные. С кем-то надо так, с кем-то ласково, с кем-то приходится погрубей, потому что они только так понимают. Но это в основном бывает на первом курсе. Потом уже второй, третий, они уже привыкают. Мы к ним, они к нам. И становится проще. Лекции, семинары, сессии. Но, по-моему, студенчество начинается с общежития. Главное, за прелестями самостоятельной жизни и новыми знакомствами не забыть, что ты студент и утром на занятия. Одна из приятных особенностей институтских времен свободное время. И делать с ним ты можешь что угодно. Пойти в студенческий клуб, устроиться на работу, заняться саморазвитием. В рабочие будни, конечно, свободное время найти сложно, но можно. Не бойтесь выделить хотя бы час для так называемого продуктивного отдыха. А если никаких мыслей на этот счет нет, дадим вам маленькую наводку. Татьяна, это же очень сложно. Смогут ли дети этим заниматься? Ну, вообще, я считаю, что детей обучать гончарному делу, если учить, нужно лет, ну, не раньше 7-8 лет, да. То есть, когда у детей уже есть вверх сила в ручках, когда они могут высидеть время. Потому что можно проводить мастер-классы, да, с детками. То есть, когда приходит там мама, мама приходит там с ребенком, да, ну, где-то лет с 5, например, да, и они вместе лепят, мама держит ручки у ребенка, либо я, например, держу, да, и мы пробуем. Но целенаправленно все-таки у ребенка, я думаю, учить надо вообще даже лет в 10. Когда ребенок понимает, что он хочет, да, он уже знает, чем он занимается, он может, он не расстраивается. Вот ты слепишь горшочек, бывает получается, бывает нет. Маленький ребенок может расстроиться. То есть, вот не получилось, все, да, и пропадает желание. Ребенок 10 лет уже имеет какую-то цель, он хочет научиться, и он будет пытаться еще раз, и еще раз, ну, чем дальше, тем больше, скажем так, и нарабатывает этот опыт. А взрослым, вот реально уже взрослому человеку прийти и достичь каких-то успехов, вот элементарно сделать какую-то вещь? Взрослые, да, вот мы проводим мастер-классы, мы проводим обучение в течение года. Вот есть люди, которые приходят в разово, попробуют, я хочу слепить там, не знаю, чашку, вазочку, да. Бывают те, кто приходят обучиться полностью курсу керамики, то есть, они изучают полностью весь цикл, делают горшки, посуду. Кому-то требуется много времени, то есть, бывают люди год сидят, два, три, оттачивают мастерство, кого-то, вот и получается сразу. То есть, у меня была девочка 11 лет, она уже буквально через, не знаю, занятие 10, она могла поднимать горшочки самостоятельно, абсолютно. А бывают взрослые, да, которые, бывает, и через год не получаются, то есть, это все зависит, ну, как бы, от людей. Давайте скорее пробовать. Продолжим тему продуктивного отдыха. Ален, вот чем ты занимаешься после работы? Ну, если, кстати, говорить о самом продуктивном отдыхе, очень полезно менять рот деятельности с умственной на физическую, чтобы мозги расслабились. А если ваш рабочий день это сплошная силовая нагрузка, дайте мышцам отдохнуть. Почитайте лучше книгу. Ну, а что касается меня, по вечерам я выхожу на пробежку. А пока позволяет погода, катаюсь на велосипеде. А это пока велосипед мы относим к разряду физических упражнений. Но, возможно, совсем скоро его можно будет приравнять и к умственному, ведь крутить педали уже будет не нужно. Немцы известны своей любовью к традиционным бензиновым автомобилям. Однако в последнее время в стране растет спрос на трехколесные электровелосипеды с багажным отделением. В прошлом году они по популярности обогнали даже электрокары. Трехколесные транспортные средства оборудованы мотором, чтобы легче было крутить педали. Также на них установлена большая корзина, в которой можно перевозить детей, домашних питомцев или любой другой груз. Такие велосипеды особенно популярны среди родителей. Все стало проще. Лучше всего то, что можно поехать куда угодно и не нужно искать парковку. Просто останавливаешься у двери и дети сразу выпрыгивают из корзины, и мы на месте. Уже не нужно куда-то идти. Производители говорят, что популярность таких велосипедов растет не только потому, что немцы серьезно относятся к проблемам защиты экологии. Эти транспортные средства также дарят независимость, которой нет у владельцев автомобилей. Некоторые решаются продать свои машины и полностью пересесть на трехколесные велосипеды. Как только привыкаешь к электровелосипеду в центре города, уже не хочется возвращаться за руль автомобиля. Этот магазин продает в Берлине трехколесные электробайки уже 10 лет. Сначала основными покупателями были компании по доставке. Также среди клиентов были те, кому нужно много ездить по городу, например, трубочисты или электрики. Теперь все изменилось. Сегодня они популярны в качестве семейного велосипеда. Их также используют, чтобы перевозить покупки или собак. В прошлом году по всей Германии продали 40 тысяч электровелосипедов с грузовым отсеком. Это в два раза больше, чем в 2017-м. В сети появился новый флешмоб. Его суть – изменить название станции метро Москвы и других городов России так, чтобы получилось смешно и забавно. С каждым днем флешмоб набирает обороты. Поиграться с названиями метро решили работники одного из столичных рекламных агентств. А после пустили клич «Покреативничать смог кто угодно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Сочи открылся форум современной журналистики «Вся Россия». В первые дни работы форума наградили победителей всероссийского конкурса на журналистское произведение 2018 года. Среди них – наш телеканал, который представил документальный фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа» об истории создания Воркутинского театра. Кроме того, по просьбе организаторов, автор фильма Елена Красильникова провела мастер-класс для участников форума. Сегодня в 20.00 на Юргане смотрите фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа». Напомним, что в августе эта работа нашего телеканала получила государственную премию правительства Коми в области культуры. Это был какой-то полуреальный мир, в котором все двоилось, совершенно теряя свои очертания. Колючая проволока, запорошенная снегом, стылый воздух, униженные взгляды, балерины в пачках и буквально тут же в зековских телогрейках. Половину пути мы прошли. Без отдыха, конечно, нельзя, поэтому отдохнем и продолжим прогулку. Без обид. Избавляемся от гнетущей эмоции с помощью психолога. Обида – это нормально, это естественно для человека. Если человек не обижается, это либо психопат, либо идиот. Все в спорт. Чем порадуется юзрегби нашей республики. Вот так вот берем. А, вот так. И с корпуса, с нижней стороны, я попрасну, да? Вот. С книгой на «вы». Почему ребенок не хочет читать? Давайте подумаем, как же сделать так, чтобы ребенок справился с данной проблемой, а мы ему качественно помогли. Обида – это чувство время от времени посещает каждого из нас. Кто-то справляется с ней по щелчку пальцев, а кто-то, наоборот, копит этот весь негатив в себе. Подобное коллекционирование обид может привести к не самым приятным последствиям. Чтобы не стать своеобразным плюшкиным в мире обид, надо срочно принимать меры. Какие – расскажет психолог. Обида – это очень сильное чувство. Обида – это такое состояние, которое присуще абсолютно всем людям. Не бывает людей, которые не обижаются. Обида – это нормально, это естественно для человека. Если человек не обижается, это либо психопат, либо идиот. Чтобы избавиться от обиды, чтобы она не была тяжелым грузом и непереносимым, фрустрирующим состоянием, постарайтесь сделать одно простое упражнение. Попробуйте на листке бумаги выписать то, на что вы обижаетесь. Как правило, это конкретная претензия, это конкретные фразы и слова к человеку. К человеку, к ситуации. И, как правило, это то, что было уже в прошлом. Когда вы выпишите это на бумагу, когда вы ознакомитесь с этим со стороны, вы увидите, что зачастую мы просто накладываем невыполнимые требования, невыполнимые ожидания к ситуации, которая вне нашего контроля. И вот здесь как раз и мы погружаемся в ловушку. Ожидание реальности. Чем больше требования вы предъявляете к окружающей действительности, тем больше стресс, тем больше обиду, вы испытываете. Откажитесь от лишних ожиданий. Посмотрите на них со стороны. Напишите, оцените и сделайте выводы. Ожидания реальности. Насколько они адекватны. К примеру, мама обижается на своего сына. Сын не уделяет ей достаточно внимания. Ну, традиционная схема. Я думаю, многие с этим знакомы, да? Маме достаточно выписать на бумагу те требования, которые она предъявляет к сыну. Ну, допустим, я хочу, чтобы он звонил мне каждый день. Я хочу, чтобы раз в два дня он ко мне приходил. Я хочу, чтобы он был со мной, когда у него есть возможность, когда у него есть свободное время. И ключевое, что увидит мама на том листе, на котором она записала, я хочу, мои требования, мои пожелания. И вот здесь вывод придет очень интересный. А так ли адекватно то, что я хочу? А хочет ли этого мой сын? А есть ли у него на это время и на это желание? Только ли я участвую в этом процессе? Чего хочет мой сын? Попробуйте. Выводы вас приятно удивят. А еще можно выпускать свой пар с помощью спорта. Вот обидел тебя кто-то, иди в зал, помолоти грушу и все, злость и обиды как не бывало. Да, психолог из тебя вижу так себе. Но раз ты начала тему спорта, поговорим о регби. Что ты знаешь об этом спорте? Ну, немного. Это чем-то похоже на футбол, только играют там не только ногами. Мяч непривычной формы и все. Больше знаниями похвастаться не могу. А я еще добавлю, что регби часто путают с американским футболом. Тоже не густо, но зато есть о чем спросить главу союза регби в республике Коми Виктора Бетехтина. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И все-таки как у нас сейчас регби развивается активно? Какие-то мероприятия? Непривычно говорить вообще в республике Коми. О регби? О регби. Ну вот вопрос в том, что непривычно, к сожалению, к большому. У нас многие не знают, что у нас есть парни, которые даже играют в профессиональных клубах. Есть такое. Это Воркута, Ухта, Печора, Иусинск. У нас есть оттуда, кто парни вышли, с кем мы общаемся. Они играют за профессиональные команды. Было заинтересованно сделать это уже здесь, чтобы у нас развивался спорт, раз такой посыл у нас есть. Тем более, республика у нас исторически сложилась, так же у нас спортивная. Поэтому нам нужно соединять. Берем, у нас очень много борцов. Хорошая школа, раньше была и по самбо. Такая, да, вот она загремела на республику. И у нас рекбол, все равно это был интересен. А потом получилось так, что есть еще ребята уехали в другие регионы и заинтересовались в регби. Но есть еще второй виток. Это наши родители, что, допустим, у нашего игрока с командой отец играл в ЗВВА Подмосковье. Это один из сильнейших клубов России вообще. Вот как-то так, что у нас исторически есть. И все-таки сейчас такими огромными шагами мы просто идем к тому, чтобы регби стал, может быть, одним из ключевых, возможно, когда-нибудь в коме видов спорта. Что для этого будет предприниматься в ближайшее время? Может, как-то среди молодежи работа пойдет? Есть абсолютно согласие. У нас теперь есть свой клуб. Это «Армейцы Коми», который у нас будет центральным клубом именно по регби в Республике Коми. Главными партнерами нам в этом помогает ЦСКА Москва. Есть еще программы по именно привлечению молодых, маленьких кадров. Это самое основное. Это «Регби для всех». Это наш республиканский проект совместный с Министерством образования, где мы посещаем детский лагерь. Сейчас будем посещать абсолютно любые муниципалитеты Республики Коми. Я уже заговариваюсь, информации много. И будем играть и в школах, и прочие такие моменты, которые именно где сконцентрированы дети. Мы сейчас будем сотрудничать с юной армией. Уже, да, большое спасибо тоже Дмитрию Алексееву, который с нами тоже хочет так плотно работать. Ну и, соответственно, самый большой проект, который мы запускаем, это «Регби в школы». Это совместный проект Федерации «Регби России», Союза регби Республики Коми, Министерства образования Республики Коми и Международного союза регби. Регби в школе, мне кажется, это так не опасно для детей? Все-таки спорт В школах будет запускаться бесконтактный вид регби, это «Тэк-регби», ленточки, как вы видите, они есть. То есть они цепляются на пояс? Они цепляются поясу. И в чем суть? В суть? Нужно оторвать одну или две ленточки, это будет обозначать захват, как в взрослом регби. Останавливается игра, и мячик должен передать партнеру по команде. Абсолютно он безопасный, абсолютно он без контактов, поэтому будет именно развивать ловкость, взаимовыручку, командную игру и, соответственно, дальше двигаться к победам. А что нужно, чтобы стать игроком регби? То есть какие-то вот определенные вот такие параметры нужны или можно быть более субтильным? Абсолютно любым. Есть такое правило, да, в мире, что регби — это симуляция жизни. Есть регби, да, это 15 человек. Команда регби обозначает семью. Самый большой — это самые большие первые игроки к самой большой ответственности, это нападающие. Самые маленькие — это как дети, самые юркие, они находятся сзади. В центре семьи, да, у нас как вот обозначаются те игроки, которые строят игру, а, соответственно, в семье те игроки, которые распределяют где кому и быть. Вот, если мы берем мяч обозначает жизнь. В игре, когда мы вот играем, мяч мы должны передавать только назад либо параллельно. Почему назад? Мяч — это душа, это жизнь, которую мы передаем поколениям, которые сзади. Ого. О, ничего себе. Да, глубоко на самом деле. А вот тот путь, когда мы играем в регби, нас захватывает, мы должны встать, это жизненный путь. Сколько нас бы не сбивали с ног, мы обязаны встать и идти к своей мечте. Получается, вот эта зачетная линия, куда мы кладем попытку. Еще психотерапевтические моменты какие-то получаются. Есть, да. И вот когда мы взносим попытку, это та мечта, которая должна сбыться. Вот несмотря ни на боль, которая бывает, несмотря на какие-то такие невзгоды, мы должны двигаться вперед и отдавать жизнь к последующему поколению. Катя трогает жизнь сейчас. Всегда хотелось попробовать. На самом деле, он удивительно легкий. Да, это есть. Но опять же, чтобы хорошо работать руками, передавать пасы, и было именно компактно и комфортно. На ощупь он, конечно, похож на баскетбольный, который для меня родной. Научите. Пожалуйста. Давайте самый обычный паш-пас, который... Давайте ладоши так сложим. Мизинчики раскрыли. Берем мяч в руки. Да, можно так. Теперь немножко перевернем, как дыньку, как у нас под названием. Похоже на колпозницу. Да-да-да. Смотрите. Вот так вот берем. А, вот так. Да. И с корпуса, с нижней стороны, я побрасываю. Вот. Почему? Словите, я должна была... Ну, так? Да, ну, у нас есть правило как бы ловли у нас так называемый экран, что там было просто. Вот мы поймали, сразу передали мяч. А почему нельзя передавать абы как? Абы как, во-первых, когда мы передаем именно со стороны, у нас акцентированно пасы будут отдаваться налево, ну, либо направо, и, соответственно, будут назад идти. Если мы отдадим пас вперед, то тут будет сразу же... Это вне игры, как бы, как и в футболе. Сразу же офсайд, и будет назначена схватка. Самый, наверное, главный элемент, и, кстати, девушки на него очень сильно обращают внимание, потому что 8 здоровых лбов начинают, при выходе против других, 8 человек, начинают друг друга толкать. А девушки, кстати, играют? Играют. У нас наша сборная регби очень женская, наверное, намного, к сожалению, намного успешнее, чем парни. Но вот у нас есть друг нашего клуба, это Снежана Кулькова, она трехкратная чемпионка Европы. Девочка, но вот с очень сильным характером, поэтому, тем более, в России характер девушек это самое главное, поэтому, наверное, одна из самых успешных сборных вообще в Европе, ну и в мире, соответственно. А планируются ли какие-то игры между регионами? Да, игры планируются, а сейчас на данный момент зимние будут игры, у нас здесь заинтересованы, чтобы проводиться именно по Снежному регби, это регби 5 на 5 мы будем играть. Соответственно, большое спасибо за вопрос, потому что тут можно сказать, что у нас в регби именно зимние будут одной из базовых республик, есть заинтересованность проводить как российские соревнования. В Валенках, да. Играются так же бутсы, только единственное, размер побольше, чтобы было как бы бегать от ноги, ногам было теплее, играется 5 на 5 и будут приезжать, скорее всего, даже возможно будут проводить международные турниры, которые здесь, заинтересованность у нас, тем более базы к этому есть. Вот как-то так. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Командные виды спорта, ну, в принципе, спорт это очень хорошо, поэтому развитие вам. И я надеюсь, что скоро встретимся и расскажете уже об еще больших успехах. А вы к нам приходите играть. Обязательно. Ваш ребенок не любит читать, а иногда говорит какие-то несвязанные вещи, не торопитесь его за это журить. Возможно, проблема гораздо глубже, чем не хочу. Об этом в следующем сюжете. Ваш ребенок уже школьник. И возникли на втором, на третьем году обучения некие трудности с письменной или устной речью, чтением. Это дисграфия или дислексия. Она может быть по разным причинам, она может быть в разной степени выраженности, но в любом случае эта проблема есть. Сейчас же посадить ребенка опять за парту и заставить его еще больше писать или еще больше читать, вы вгоните только ребенка еще в стрессовую ситуацию. И он, к сожалению, не усвоит материал. Это то же самое, что прыгать на переломанной ноге. Будет еще больнее. Давайте подумаем, как же сделать так, чтобы ребенок справился с данной проблемой, а мы ему качественно помогли. Ребенку следует обратиться за помощью именно к специалистам психолого-педагогической коррекции. И, поверьте, когда ребенок не справляется, например, с попаданием в строчку письмо, это пространственные проблемы, которые ребенок сможет скорректировать, осваивая окружающее пространство, играя. Это нейропсихологическая коррекция и метод, замещающий антогенезы в том числе. Это игры на предметах. То есть, например, самый простой пример приведу, например, кубики. Поставь за, под, на и так далее. Но в эту игру вы же можете включить более взрослые навыки, которые уже присущи школьнику. Поэтому это будет полезно. Дизлексия, нарушение чтения возникает очень часто в современном мире. И родители, как правило, ищут причину в том, что дети не читают. Но вы же сами не подаете им пример. Во-первых, подавайте им пример. Читайте дома вместе, организуйте семейное чтение. Во-вторых, не заставляйте читать ребенка то, что ему неинтересно. Возьмите книгу, которая ему интересна. Даже пусть она будет про построение роботов. Не важно. Главное, чтобы он с удовольствием это делал. Произвольность и удовольствие делают 50% успеха. И ребенок с удовольствием начнет читать. А во-вторых, слепите буквы из пластилина. Разложите их из пластилина, из бумаги и так далее. То есть, дайте ему это потрогать. То, что он делает, в произвольной регуляции. Успехов вам и обратитесь к специалистам. Игры любят все. Лично мы с друзьями частенько собираемся, чтобы порубиться в крокодил, Элиас или Дженго. В Дженго, кстати, наверняка играет с вами и твой пес. Как и герой следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok На этом мы и закончим. Спасибо, что проверяете полчаса вместе с нами. Уже совсем скоро увидимся на просторах Юргана. Не скучайте, друзья. До встречи. Студия 11. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok